сэм привет делаю для тебя демонстрацию как работает устройство и как его первый раз включить первое что тебе нужно знать это то что нужно установить сюда батарейку ее не было в наличии с часами которые ты прислал еще один важный нюанс это как правильно установить в холдер батарейки здесь два провода черный и красный черный минус красный плюс когда ты подключишь первый раз батарею и система получит питание под часами загорится красная лампочка вот так это будет выглядеть но сначала мы должны подключить правильно адресную ленту аккуратно открываем разъем обрати внимание у светодиодной ленты есть пин плюс 5 вольт дин и земля на коннекторе три провода красный желтый и белый плюс должен быть подключен к красному проводу минус к белому в некоторых коннекторах провода плюс и минус поменены местами поэтому иногда ленту придется переворачивать в том числе в том числе в том числе в том числе и минус поменены местами поэтому иногда ленту придется переворачивать ленту ленту у нас половина устройств с правильным подключением половина с неправильным то есть придется переворачивать ленту это очень важный момент чтобы лента не сгорела и устройство тоже теперь когда мы подключили светодиодную ленту мы можем подключить батарею когда будет питание при первой подаче включения будет гореть светодиод сначала красным потом зеленым потом потухнет если у тебя нет питания когда ты вставляешь батарею может быть плохой контакт такой как сейчас это из-за того что у меня батарея плохая но с новыми батареями такой проблемы быть не должно когда ты вставляешь батарею когда ты вставляешь батарею это может быть подключением как сейчас это может быть потому что у меня батарея плохая но с новыми батареями это не должно быть такой проблем а 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 или не работает после того как устройство запущено и работает можем нажать кнопку и проверить его должна активироваться лента и загореться желтым цветом в некоторых контроллерах не горит индикатор заряда поэтому не обращай на это внимание при подключении коннектора type-c система будет заряжаться после того как система запустилась и светодиоды потухли у нас должен появиться веб-сервер то есть создается новая точка доступа нам нужно подключиться к этой точке доступа в следующем видео я покажу как это настраивается в следующем видео я покажу как это настраивается